Государственный фонд защитники Отечества – это организация, которая помогает ветеранам СВО, их семьям и родственникам солдат, погибших в зоне специальной военной операции. Принцип одного окна позволяет решить вопросы с реабилитационным медицинским оборудованием, выплатами, юридической и психологической поддержкой, организации санаторно-курортного лечения, а теперь еще и с реализацией себя в спорте. Мы рады очень, что мы подписали соглашение с Рязанской Федерацией по спортивному метанию ножа. В рамках этого соглашения наши ветераны включились в этот процесс, мы организовали команду защитники Отечества, и уже ветераны приступили к тренировкам, они активно очень занимаются, предоставляют все меры социальной поддержки ветеранам. Также санаторно-курортное лечение, юридическую, психологическую помощь. На сегодняшний момент поступило более 8 тысяч обращений и 90% уже решенных. Спорт – важная часть реабилитационного процесса, рассказывают в фонде. И хотя соглашение подписали буквально пару месяцев назад, ветераны СВО уже приняли участие в соревнованиях, добившись при этом хороших результатов. Заниматься начал где-то месяц назад приблизительно, узнал через фонд защитники Отечества. Пригласили, мы поговорили, пришел, попробовал, понравилось. Раньше занимался, немножко так любительски бросал, но сейчас решил профессионально заняться этим делом. В соревнованиях я уже участвовал, занял третье место, были есенинские турниры у нас. В спорте главное развиваться собой, развивать себя, знакомство с новыми людьми, опять же, что-то новое. Все-таки спортивный интерес, азарт больше, чем дома сидеть. В фонд я обратился в ноябре, помогает всем, чем может, скажем так, психологическую помощь оказывает, с выпутами помогает. Были первообластные у меня соревнования, позже уже были есенинские. Рязанская федерация спортивного метания ножа существует с 2012-го. Официально дисциплину признали только 4 года назад. По словам руководителя организации, плюсы этого вида спорта в том, что самое главное здесь не сила, а техника. Сила, ну, практически здесь не нужна, потому что нужно понять технику, как метается нож, потому что у нас вращательное движение. Нож, когда летит мишень, он вращается, например, с трех метров он делает один оборот, с пяти метров он уже делает два оборота, с семи три и так далее. Я хочу сказать, что моральная ответственность у нас у каждого есть. И сразу к нам попросились ребята для того, чтобы заниматься, потому что наше спортивное метание ножа, оно практически не имеет возрастных категорий. И вот практика показывает, что по составу нездоровья тоже ограничений практически нет. Сейчас в нашей спортивной сборной ветеранов всего два участника. При этом в фонде «Защитники Отечества» планируют развивать и другие дисциплины среди тех, кто больше не может нести службу по состоянию здоровья. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».